В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая Студия. Доброе утро, друзья! Сегодня 29 декабря, уже скоро буквально Новый год, и Первая Студия вновь начинает свою работу. Итак, сегодня с вами мы. Серёжка Воронин в пиджаке, Лёшка Торхов не спал? И Ксюша Рулёва всегда... Есть. Есть. Бодрая. Всегда с нами, всегда спит, ест и пьёт. Всегда с нами, всегда спит, ест и пьёт. Сидит за этим столом, друзья, и принимает ваши звонки по телефону прямого эфира 744-636. Лёшка Торхов будет читать ваши приветы и поздравления с наступающим Новым годом, быть может, со днями рождения. С днями в нашей группе ВКонтакте. А сегодня, друзья, мы с вами обсуждаем Новый год вашего, ну и, соответственно, нашего детства. Правда, у нас есть информация по 700-му году. Вряд ли кто-то родился и до сих пор радуется этому празднику, но... Я могу даже сказать, что у нас есть информация по нашему детству. У нас его не было. Друзья, звоните, рассказывайте, какой был Новый год в вашем детстве. Ну а мы, соответственно, расскажем вам много полезной, интересной и очень важной информации. Ну а пока новости от Серёжки Воронина. Новости. Бюджетники региона получат прибавку. В общественном транспорте может появиться Wi-Fi. Стало известно, сколько ярославцы готовы потратить на Новый год. Начало восьмого в Ярославле. Самым главным прямо сейчас. Ярославская область получит 354 миллиона рублей на повышение зарплат бюджетникам. Такое распоряжение подготовила Минфины, одобрена правительством России. Дотации общим размером почти в 33,5 миллиарда рублей распределят между бюджетами 82 регионов страны. В ближайшее время в общественном транспорте Ярославля может появиться Wi-Fi. Об этом заявил глава города Владимир Слепцов, сообщает портал 76.ru. У ярославской мэры есть уже договоренность с сотовыми операторами. Бесплатный интернет появится и в Волковском сквере. Благоустройство сальных парков будет привлекать инвесторов. И портал Грифон подвел итоги опроса и выяснилось, что большая часть россиян, в том числе и Ярославцев, предпочитают отмечать Новый год в кругу семьи. И на праздники готовы потратить 15 тысяч рублей. Главный атрибут – обращение президента. За него проголосовали 55%, а 46% россиян обязательно пьют шампанское под бой курантов. Новогодние приметы верят 60% россиян. О валюте курс доллара по Центральному банку 60 рублей 67 копеек, евро 63 рубля 49 копеек. Еще больше новостей ищите на нашем официальном сайте 1yard.tv. О погоде расскажет Алексей, который никогда не ошибается. Торхов. Погода. В четверг благодаря влиянию антициклонов в Центральном регионе ожидается преимущественная сухая погода с небольшими морозами. Сегодня в Ярославле ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег, днем температура воздуха составит 4 градуса ниже нуля, ночью плюс 3. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Алексей, который никогда не ошибается. С погодой, по крайней мере. Ксюша Рулева, который постоянно путает слова в предложении буквы и словах. Друзья, сегодня с вами обсуждаем Новый год вашего и нашего детства. И, быть может, какие-то воспоминания достались вам по наследству от ваших бабушек или дедушек. Звоните, рассказывайте нам, пишите нам об этом в нашей группе ВКонтакте, если телефона под рукой не оказалось. Пишите письма, все, прочитаем, все, расскажем. Обязательно поиграем с вами, потому что, ну а как без подарков, как без розыгрышей перед Новым годом? Это логично. 744-636, телефон прямого эфира. Ждем ваших звонков и смс. Смс. Пишите Сереге Воронину. Да, да, да. Он любит смс. 903-851-4469. Отличный номер. Это же не мой телефон, Леша. Это просто другого Сереги. А если там Петр? Нормальный Петр, нормальный Сережа. Какая разница тут? Я же говорила, Петр первый. Да? Да. Мы начали с Петра Первого. Сто процентов нам никто не позвонит. Вообще все начали с Петра Первого, понимаешь? Наш реформатор. И никто не скажет, что в 1725-м встречали так, а мы скажем. Друзья, насколько мне известно, да, то есть 1700-й год, Новый год 31 декабря, 1 января, соответственно, начало. Несмотря на все нестыковки этих календарей и то, что нас на сколько-то там лет опаздывали мы в любом случае, да, но это не важно. Новый год появился? Появился. Все были счастливы. Что было тогда у Петра Первого на уме в те самые года? Что? Фейерверки. Были, были. Фейерверки были? Между прочим, фейерверки. Это именно его. А сколько зарядов, ты мне скажи? Я не знаю, сколько зарядов. Я же не жила в 1700-м году. Вот ты читал об этом. Я читал об этом, но не скажу. Так, неотъемлемым элементом украшения этих самых огненных новогодних представлений были символы, аллегории и эмблемы. Они отражали неотвлеченные абстрактные представления, достаточно конкретные реальные идеи. Например, была белка, которая грызла орех с надписью «Без труда не получишь» и напоминала, между прочим, о боевых успехах нашей армии. Вот так вот. Вот так вот. А во время отмечания, кстати, Нового года в Петровской России не только устраивали эти самые фейерверки, но еще и полили нещадно из всех пушек. И кроме этого, между прочим, каждый год обязательно подводили итоги каких-то военных заслуг, обязательно подписания мирных договоров. То есть это было очень важно. К новому году. Да, конечно. Я представляю, как они стояли все первые января. Награждается. А тут пару пушек. Бах-бах. Знаменитые, кстати, те самые увеселительные мероприятия, встречи, балы, которые мы с вами вот смотрим, там вот такие типа, ой, как здорово-здорово все в платьях нарядные, тоже появились именно тогда при Петре Первом. И, кстати, что я вам хочу сказать, не больно люди горели желанием туда идти. Туда буквально заставляли. Было очень много противников этого праздника. Сначала обрили бороды, потом загоняли всех. На танцули. На танцули. На танцули, да. А можно сами станцевать. А это все одинаковые в бородах-то не угадать было. Кто есть в том. Да. В общем, Петр Первый молодец. С тех самых пор мы с вами и отмечаем Новый год. Традиции менялись. Какие-то приметы новогодние тоже менялись. Он же елочку еще принес, да, из Германии? Да, да. Как раз в 1700 году стали ставить елки. Из леса. Пришел из Германии пешочком. Друзья, смотрите, как мы начали. С Петра Первого. Давайте уже к 90-м, 80-м, 70-м годам придем. А то ведь мы так можем и в 15-й уйти, потому что по разным мыслям отмечать раньше. В 15-м нас бы, я думаю, сожгли бы на большом-большом костре. Особенно Торково, потому что он похож на ведьму. Друзья, 744-636 звоните нам сегодня уже наконец-то. Ох. Вот, группа ВКонтакте Первая студия. Пишите свои привет и поздравления. Обязательно с вами поиграем. Но мы знаем, что вы не алчные. Звоните нам просто поболтать, потому что с нами просто приятно болтать в 7 утра. Мне кажется, по ту сторону экрана. Да ладно, не алчные. Вот так вот. Где призы? Ну, если вы хотите знать, что за призы, то это каток. 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 На Катеролесной набережной. На Новый год. На Новый год. Очень хорошо. А можно ведь на Новый год прийти? Я думаю, можно перелечь через забор и покататься. Если что. И поезжать от охранника. Да. Сережа Воронин договорится. Мне подарили билеты в первой студии. Вернись. Пустите меня уже на этот каток. Друзья, и Театр кукол Колобок и Новый год, если вчера были тоже с нами, смотрели селфи-утро мое оттуда, там здорово. Да. Там еж, там лиса, там зайцы. Просто не продолжай дальше сейчас. Там заяц и забор из маленьких зайчат. То есть там вообще очень здорово, друзья. Заинтриговала 100%. Звоните, выигрывайте с вами, пообщаемся, поиграем. Мы хотим знать, какой был Новый год вашего детства. Ну, если вы были знакомы с Петром Первым, ради бога. Нам тут и Александр Сергеевич Пушкина звонили. Мы как бы вообще уже верим в чудеса под Новый год. И мы не врём реально, Александр Сергеевич Пушкин, только фамилия другая. По-моему, он даже из Брагина был. Как фамилия? Пушкин же он был. Пушкин, да. Пушкин. Пушкин из Брагина. Двойная фамилия. Итак, давайте посмотрим, как у нас отмечают Новый год в нашей дружественной республике, в Беларуси, в Минске. Минский тракторный завод установил новогоднее представление, главной изюминкой которого стало шоу «Танцующий трактор». А в представлении проходило возле проходной завода. В шоу приняли участие шесть малогабаритных тракторов в Беларуси, исполняющих вальс и танго под музыку композиторов Георгия Сверидова и Ричарда Клайдермана. Давайте посмотрим. «Танцующий трактор» Ну что ж, с подсветкой у нас прямо и сами... Ой, и сотрудник ДПС. ДПС с подсветкой. Как снегами. А мне вообще кажется, в Беларуси вместо такого вот этого игристого напитка пьют картофельный сок. Картофельный сок ты пробовал выжимать? Да. Он сегодня мне картофельный мешок с утра предложил, он сам в Беларуси собрался. Ребята, мы пока тут с вами обсуждаем картофельный сок и трактора. У нас есть звоночек. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Клюша, Сережа, Алексей. О-о-о! Анна! Да-да-да. Мы вас узнали. Анна. Да. Как ваш Новый год в детстве проходил? Ой, знаете, замечательно. Было очень весело. И гулять ходили. И так же на катки, на горки. Было много конфет. Всякие праздники детские. В школе, в садике. А по телевизору чего смотрели? Вот я сам по телевизору-то что-то, я уже, это, не помню, сказки детские показывали. Кого тибетские? Сказки. Сказки детские. Тибетские. Мне послушалось, тибетские сказки показывали, мы сидели. И смотрели. Анна, на утреннике кем были? Один раз была снегурочка, один раз снежинка. Я больше что-то не участвовала. А чем? А потом я ушла из театра, как-то и все закрутилось. Анна, скажите, пожалуйста, вот может быть есть какой-то момент, который вам запомнился больше всего в Новый год? Из детства. Из детства? Да. Может быть, когда в гости приходил Дед Мороз со снегурочкой. А было лет 9, наверное, мне. А вы стихи им читали? На коленку садили? Все как надо? Да. Я тоже садилась. Я просто смотрел фотографии в интернете Деда Мороза в те времена. Ну, просто в те времена. Он был худенький. Они были худенькие и страшные все. Но все равно мы в них верили, правильно, Анна? Да-да-да, конечно. Это сейчас дети у нас уже продвинутые, они уже не верят. Эх, жалко. Ничего. Пусть они нам звонят в первую студию. Я им объясню, кто Дед Мороз и как его нужно правильно верить. И как садиться на коленку с снегурки. Расскажу за Деда Мороза все. Анечка, давайте с вами поиграем? Давайте. Сейчас для вас рубрика «Игры разума». Прям радует меня эта отбивка, не могу. Каждый раз у вас прям ушки танцуют. Анна, вы с нами еще? Да-да-да. Отлично. Слушайте Лешку Торхова, он читает вам вопрос. Анечка, я надеюсь, что сегодня вы ответите правильно, потому что первый вопрос я приготовила специально для вас. Там так и подписано для Анны. Могу показать вопрос для Анны. Итак, в Греции глава семьи в новогоднюю ночь на улице о стену дома разбивал что? Или разбивает до сих пор? Бокал, тарелку, плод граната, либо елочную игрушку. Анна, на. Так, так, так. Разбивает для того, чтобы на удачу, чтобы вот разлетевшиеся либо осколки, либо зерна граната прямо вот... Забрызгали... Забрызгали фасад дома. Бокал, тарелку, гранат и... Елочную игрушку. Анночка, что думаете? Так. Что здесь лишнее, это и будет правильным ответом. Оп, оп. Был бокал. Бокал, тарелка. Наверное, гранат. Да, конечно, гранат. Отлично, Анна, вы молодец. Давайте порадуемся. Уже. Ура! Ура, ура, ура. Отлично. Я попутала немножко звуки. Да, у тебя... За вас радуются абсолютно все сейчас. Вы бы только знали, как радуются. Анечка, мы вас поздравляем. Давайте поздравим всех с наступающим и передадим приветики. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам всего-всего, что вы себе желаете. Всей вашей первой студии. Всем, кто в этом году трудился с нами. Вот, за ваши розыгрыши огромное спасибо. Ну, конечно, всем ярославцам, всем деткам, чтобы они провели очень весело Новый год. Анечка, вы прелесть. Спасибо, Анна. Мы вас тоже поздравляем. Спасибо. Звоните нам завтра, будем общаться, будем хохмить. Вот завтра обязательно звоните. Не кладите. Обязательно позвоню. Обязательно. И не забудьте разбить гранат. Не кладите трубочку, вам все расскажут. Ну, а пока, друзья, звоните нам еще. 744-636 групп ВКонтакте Первая студия. Рассказывайте о новом годе вашего детства. А сейчас реклама на Первом Ярославском. Никуда не уходите. В эфире Первого Ярославского. Утреннее телерадио-шоу Первая студия. А мы тут танцуем, пока реклама идет. Друзья, Первая студия на Первом Ярославском. Мы работаем в прямом эфире. Как вы понимаете, такое нам точно не могли написать редакторы. Да, танцуем вместе с Сушками и Ксюши Рулевой. Вы не представляете какой-то танец. Друзья, сегодня обсуждаем Новый год. Подождите, волосы тут у меня торчат со всех сторон, чтобы красивая сидела, смотрела на вас прямо с телевизора. Тогда я, пожалуй, поправлюсь. Обсуждаем Новый год вашего и нашего детства. Вот несмотря на то, в каком году вы родились, звоните нам и рассказывайте, каким же он был. 744-636, телефон прямого эфира, группа ВКонтакте, Первая студия. Присылайте свои истории, мы обязательно их зачитаем. Друзья, очень хочется поностальгировать. Правда, сейчас говорят, что вот эта вечеринка в стиле 90-х, поскольку все-таки поколение сейчас такое. Это самый модный стайл. Стайл? Стайл. Проведение действительно этих новогодних праздников, потому что вот эти нарядики, вот эти песни. А какие нарядики, давай? Очень яркие. Это такие увесистые серьги. Ну да, это конец, наверное, 80-х уже вот такой. Яркие колготы. Яркие колготы. Короткие юбчонки. Прически объемные. Объемные прически, яркий макияж. Обязательно вот эти глазища. Кожаная курточка, наверное. Ну, жарко в кожаной курточке-то Новый год отмечать. Причем ты так говоришь, как будто и мужчины так одеваются. Понимаешь? А что делать? Нет, на самом деле все так и было. Друзья, 744-636. Звоните, иначе мы так и будем. Вы понимаете? Нужно разбавить наше трио наше. Хотела квартет или тандем запуталась в понятиях. Ну, может, кого-то добавим? Будет у нас квартет. Друзья, мы с вами сейчас про Петра Первого я начала. Перескакиваю на несколько столетий. И мы закончим. Давай. Первый урок истории для 7-го Б завершен. Пришла восьмая параллель. Теперь география. Серега, давай. Переходим уже в 20-й век. Перепрыгнули мы тогда по-быстренькому. Между прочим, мандарины, салат оливье, бой курантов, во время которого обязательно нужно загадывать желание, торжественное обращение государственного лидера к гражданам страны появилось как раз-таки примерно 1939 год. Вот примерно вот в эти годы. А в 1937-м у Деда Мороза появилась спутница Снегурочка. Так дочка или внучка? Слушай, на самом деле мнение расходится на этот счет. Или. Я считаю, что это внучка, потому что возраст у них серьезная разница. А я считаю, что Снегурочка это просто сказочный персонаж. Так она родственница. Волшебница. А племянница может быть? Ну почему племянница-то? Вот тогда у него должна быть сестра. Ну они в разных городах живут, да? Ну да, у Игуси Гето в Костроме. Сестра. Есть у Деда Мороза сестра? Ты знаешь такую? Дедка-морозка. Знаешь такую? Вот и я не знаю. Поэтому Снегурочка это внучка, друзья. Это мое мнение, меня никто не переубедит. В 54-м году зажглась главная елка страны. Кремлевская. То есть это было в 54-м году. До 54-го года ничего не зажигалось. Только фейерверки у Петра Первого. Но это был аж, какой там, 18-й век. Аж. Аж далекий. Давайте мы сейчас посмотрим, как в Ярославле проходили новогодние... В 18-м веке? Нет, чуть попозже. Чуть-чуть. Чуть попозже, вот смотри. В 38-м году. Ну, почему бы нет, Вае, попозже. Как раз, Снегурочка. Вот так был украшен наш город. Смотрим. Это театр Волкова, да, если я не ошибаюсь? Да. А это? Это Брагин, это Урицкая. Супер-пупер-карусель. А почему не перекоп? Почему нет? На сына нашего редактора похож мальчик. Так это он и есть. Так, это что у нас? Это у нас... Видите, наряды какие на голове, украшения. Это у нас на работе кто-то отмечает. Да, это корпоратив. Вот, корпоратив. А такое было интересно уже тогда? Там был капустник, наверное, назывался. Это капустнички были такие. Новогодние капустники. Собраться с коллегами и отметить уходящий год. Да. 744-636. Друзья, что же вы нам не звоните? Я знаю, почему. Вам просто нравится смотреть, как мы разговариваем. Вмешивайтесь в нашу беседу. Прям бесцеремонно влетайте в эфир. У нас еще много подарков, много розыгрышей и интересной информации для вас, чтобы нам с вами обсудить. Иначе мы так и будем рассказывать про то, как Новый год проходил у тех самых людей, но либо у нас. А в вашем детстве, ребят, чего там было? Я ждал. Давай, Север. Если чисто мандарины. Запах мандарина и жива... Это 39-й год. 39-й год, чуть попозже. И живая елка. Вот тогда была живая елка. Все покупали живые елки. Искусственных не было. А чего-нибудь у тебя там... Ты кем был на утреннике-то на новогоднем? Зайчиком. Зайчиком? Все были зайцами, что ли? Все практически. Я тоже был зайчиком. Я белка. Белка. Я даже помню, вот эти вот беленькие шортики. И хвост. И хвост. Вот это, да? Хвостик вот этот меховой. Ушки. Ушки у меня были. И вот эти, типа, варежек, да? Такое. Так ты на белку сейчас больше, чем на зайце. А там не важно, белка или зайц, главное в белых шортиках и белой рубашке. Пушистый. С ушками, да. И в сандаликах обязательно. Сандалька. Да. Я помню один очень Новый год свой. Я отмечала с родителями всю свою жизнь практически, пока не уехала из города своего родного. И у меня был такой Новый год, когда пришел мой дядя, и мы наряжали эту елку. У нас тоже была живая елка. Ковер на стене, мы развешивали гирлянды. И в этот момент по телевизору шел сериал «Граница». Я его так любила. Граница. И саундтреком к этому сериалу было «Любе». Ты неси меня река. Да, неси меня река. За крутые берега. Нынче не могу елку наряжать, если песню эту не услышу. И вот до сих пор это в голове, где-то в сердце осталось. И я по-прежнему вот развешиваю все это и вспоминаю все прекрасно. В маршрутке заиграла «Дай ты мне елку». Нужно нарядить. Сереж, мне иногда кажется, что твой юмор нравится только тебе. Отлично. Давай, читай. Ребята, на самом деле, я сейчас перед тем, как прочитаю несколько историй, хотел бы рассказать, почему для меня так важен салат «Оливье». Так. Не потому, что это какое-то традиционное новогоднее блюдо, традиционные новогодние салаты, потому что, когда я был маленький, я не помню, наверное, это был первый класс, у меня была очень высокая температура, 39 или 40, и у меня был вот такой таз «Оливье». Я очень хотел есть вот такой таз «Оливье» у меня был. Ты температуру им скидывал? С колбасой или курицей? Я съел весь таз «Оливье». Так. Серьезно говорю? Ну, я... Он весил больше, чем я тогда. И у меня температура, правда, она прямо у меня, чик, я выздоровел. То есть «Оливье» незаменимый атрибут новогоднего стола? Да, «Оливье» понижает температуру. Понижает температуру. Слышали? В «Первой студии» самый народный совет вообще Лёшка Торхов раздаёт. Он наш травник, он наш целитель. Салат «Оливье» понижает температуру 744-636. Телефон прямого эфира. Друзья, группа ВКонтакте, «Первая студия». Звоните, пишите, всё прочитаем, всё обсудим. И это, собственно говоря, я и начинаю делать, прочитаю несколько историй. Давай. Светлана Сидорович, призываю вас позвонить нам. Давно уже, да? Давно призываю, вы почему-то пишете и пишете. Итак, Светлана напишет. Доброго утра, мы были маленькими. Мы – это я, мой брат и сестра. Мне уже разрешали не спать в новогоднюю ночь. Родители готовили праздничное застолье, отмечали в кругу семьи. Утром перво шли к бабушкам и дедушкам поздравлять. Было очень интересно. Ожидание подарка – живая ёлка, за которой дедушка и папа ходили на больших широких лыжах в лес. Украшение этой ёлки всей семьёй. Обязательно письмо Деду Морозу и открытки для родителей своими руками. Очень мило. Прямо как про меня написала. Свет, звони. На широких лыжах в лес. Звони, я тебе расскажу, как я отмечу. Оксана Ткачёва пишет. Так. Представляете, никогда не читал Оксану Ткачёву. А тут начал. А тут начал. Доброе утро. Новый год моего детства был очень долгожданный. Мы всем двором, дети и родители, ходили на Карпаты. Ух ты, это на Волгой. Музыка, ёлочка, мама, папа, друзья. Ну и, конечно, горки. Весело, здорово. Как давно это было? На Карпаты можно сейчас ходить. Это будет через два дня, да. Там украшение. И последняя история. Елена Зиновьева пишет. Да я сегодня прям открываю новые имена для себя. Доброе утро. У нас в семье была традиция. Мы с сестрой, когда были маленькие, ложились спать. А Дед Мороз под ёлочку складывал подарки. И сколько мы не пытались не спать, чтобы увидеть Деда Мороза, не получалось. Всегда засыпали раньше появления подарков. Ух ты, как мило. Друзья, первая студия ждёт ваших звонков, ваших поздравлений. С наступающим Новым годом. 744-636, телефон прямого эфира. Друзья, но ещё одним незаменимым атрибутом любого новогоднего празднества – это фильмы. Это музыка, соответственно, и фильмы. Согласен. Какие фильмы при новогоднем мы знаем? Вот я вчера небольшой подготовила список. Ирония судьбы или с лёгким паром. «Карнавальная ночь», «Снежная королева», «Ветеран охуторя Блездиканьки», «Борозка». Ну это к Рождеству ближе. И знаете, какой из них фильм отмечает в этом году 60 лет? Я знаю, вот тот «Ирония судьбы». «Аватар». «Ирония судьбы» – 75-й год. 35 лет, по-моему. «Карнавальная ночь», 56-й. Режиссёр Эльдар Рязанов, Людмилу Гурченко мы там помним. Сколько у них было непростых моментов во время съёмок. Да, но этот потрясающий фильм, да, этот дом культуры, вот эти все маски, нарядные песни, красивые и прекрасная Гурченко – это чудесно. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». И у нас есть звонок помимо воды. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Как вас зовут? Лебина. О-о-о! Лебина! Как я ждал! Мы скучали по вам! Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю счастья, удачи, добра и всего самого лучшего! И, конечно же, вас, Первая студия, с наступающим Новым Годом! Счастья вам, дорогие мои! Спасибо, Альбина! И вас тоже с наступающим! Хочу сказать, как я в детстве ходила на ёлочку. Давайте! Меня маленькую водили в ЯРЖ в клуб. ЯРЖ есть у нас в клуб. И когда была маленькая, да, совсем маленькая, я это запомнила на всю жизнь. Меня поставили на стульчик. И я читала стихотворение перед Дедом Морозом «Мишка косолапый». Я когда прочитала и топнула ногой, Дед Мороз подпрыгнул. Ну, он специально подпрыгнул, чтобы мне было... Большая нога была. Я это на всю жизнь запомнила. Были такие впечатления. Потом я ходила, очень любила в Добрынино ходить, в дворец Добрынино. Любимые горки. Это была сказка. Как раз у меня папа работал в автоколонии 1138, и нам билеты всё время давали туда, в Добрынино. Прекрасно, Альбиношка! Я ходила во дворец пионеров и занималась массовик-затильник была. Я уже сама помогала ёлки вести там. Нам выдавали костюмчики такие красные, в чёрную клеточку. И мы, девочки, помогали вот эти ёлки вести. Альбиношка! Прекрасный рассказ! Давно не дозванивались вы до нас. И понятно, что накопилось много историй, много всего самого интересного. А фильмы мы смотрели. Вот самые такие любимые фильмы, которые я запомнила. Это «Кавказская пленница». Вот смотрела я в детстве. А песни вот где-то на белом свете всё время пели эту песню. Потом у нас был «Золушка» фильм, очень хороший, старый. Потом у нас была «Это весёлая планета» фильм. Карнавальная ночь была. Старый Новый год я вот запомнила. И ещё песня «А снег идёт, а снег идёт». Альбино, а снег идёт, снег идёт. Спасибо вам огромное, Альбино. Вы как снег на голову к нам врываетесь. Но это приятно. Приятный снег. Друзья, 744-636. Звоните нам тоже. Делите своими впечатлениями. А пока реклама и новости от коллег никуда не уходите. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Друзья, это Первая студия на Первом Ярославском. Сегодня с вами мы, Серёжка Воронин, Лёшка Торхов. И Ксюша Тетрис Рулёва. Я нормально. Просто у тебя платье похоже. Знаешь, я посмотрел на красивое платье. Но Тетрис. Но Тетрис. Друзья, сегодня почему говорим про Тетрис? Вспоминаем Новый год вашего детства. Потому что многие дети в моё время мечтали о Тетрис. В Новый год. Отлично. Звоните, рассказывайте, каким же он был у вас. Новый год вашего детства. И у нас ещё розыгрыш есть для вас. Поэтому дозванивайтесь. Поиграем. 744-636. Группа ВКонтакте Первая студия. Пишите истории, связанные с вашим новогодним детством и детством в Новый год. В общем, рассказывайте, каким оно было. Хотим углубиться в историю, немножко поностальгировать. Мы уже рассказали с вами о Петре Первом. О 60-х годах я рассказала. А помните, 80-е. Это же ваше. Ваш конёк. Конечно, помню. Ну, судя по тому, что написано, я просто не родилась ещё в то время, да, это был как раз-таки Новый год. 80-е стал по-настоящему модным праздником. Однако дефициты, пустые полки в магазинах как бы соответствовали тому. Надо было занимать какие-то очереди, да, стоять там, чтобы какие-то продукты на этот самый праздник приобрести. А вот в 90-е годы, лучше, конечно, не стало, но уже начали по телевизору показывать старые песни о главном. Все помнят старые песни о главном? И все этим буквально наедались. Наедались песнями, друзья. Я считаю, что это правильно. А вот в 2000-е годы, уже я могу об этом говорить, Кривое зеркало, Галкин, свежий модный Петросян с злободневными остротами. Свежий Петросян – это оксюмарон какой-то получается уже. Из телевизора, потому что действительно очень... Я всегда вспоминаю, например, фильмы какие-нибудь, да, и обязательно Новый год, компания, там мандарины и мандарины. Новогодние огоньки, по-моему, если я не ошибаюсь. Голубой огонек. А, голубой огонек, да. Голубой огонек, между прочим, программа с 62-го года существует. Не знаю, правда, не знаю, есть ли она сейчас, будет ли она в 2016-м, 2017-м. Ну да, году, я думаю, что да, поэтому, если да, то получается, сколько лет ей исполняется, если 62-го мы с тобой посчитали, 55 лет в 2017-м году, это очень много. Если поначалу это был Муслим Магомаев, то потом это всякие стрелки, белки и все эти попсовые мотивы. Друзья, звоните, рассказывайте, что смотрели по телевизору, как отмечали Новый год, 744-636, разыгрываем каток, на которой лесной набережной, на два лица, покатаетесь от души, Серега Воронин договорится, и вы сможете туда пробраться даже в новогоднюю ночь. Да, даже можете. В эфире Первого Ярославского, утреннее телерадио-шоу «Первая студия». У нас есть звонок, доброе утро, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Да, здрасте, здрасте. Здрасте, 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 как зовут вас? Николай. Николай. Николай, Коля. Рассказывайте, Николай. Да, 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 да. Да. Ой, ой, ой. Не тот ли самый нам звонит? Николай, рассказывайте про своё детство и про Новый год. Ну, про своё детство тут вспоминать нечего особо. Тут родители пропадали по гостям. А вас-то брали с собой? Ой, какой интересный эффект. Не говоришь трубу, а в телевизоре там с запозданием таким. Сделайте телевизор потише, идите на голос в трубке. Мы с вами сейчас... Только не выходите из дома. Пообщаемся. Давайте с вами Бродскому, да, нужно соответствовать. Не выходите из комнаты. Я уйду, куда я одену ещё такой троицу красивой. Николай, сделайте, пожалуйста, потише телевизор. Да, и идите к нам на голос. Николай, давайте с вами поиграем. Давайте, давайте, давайте поиграем. И по-прежнему не ориентируйтесь на меня по телевизору. Идите на мой голос в трубке. Я ближе, чем вы думаете. Давайте играть. Лёшка Торхов читает вам вопрос. Готовы, Николай? Давайте, да, пожалуйста. Да, давайте, поехали. В Новый год ровно в полночь в Болгарии гасят свет в течение трёх минут. Что делают люди? Каждый может поцеловать кого угодно, меняются подарками, кушают, либо поджигают записками с пожеланиями. Ну, какие подсказки? 50 на 50 Николай, мы не использовали ещё. Единственная шутка, которая мне сегодня зашла. Давайте уберу один вариант ответа, договорились? Кушают, да? Каждый может поцеловать кого угодно, кушают, либо поджигают записки с пожеланиями. Возьмите помощь в зала. Кого угодно. Вот это вот прям супер. Поцеловать кого угодно? Да. А вы когда-нибудь были в Болгарии? И свет тушили? У меня родители были в этих... В эмиратах. В золотых песках каких-то там. В золотых песках, да, есть такое местечко. Есть. Ну, вы правильно ответили. Молодец. Каждый может поцеловать кого угодно. Николай, браво. Николай, целуйте всех, кто сейчас вместе с вами находится, и даже если нет, можете к телевизору идти и целовать. Тушите свет. И серёжку, мы вас поздравляем. По всему городу свет обрубила. Главный электрик Ярославля. Николай. Не кладите, Николай, трубочку. Вам расскажем, где забрать ваши заработанные честным путём билеты. Друзья, 744-636, ещё есть немножечко время. Будьте так же веселы, как и Николай. Звоните нам, рассказывайте. Про Новый год 5 минут осталось, друзья. 5 минут, 5 минут. Звоните нам ещё. Кто прочитает привет, Серёж? Ну, давай я прочитаю. Слава Сидорович, доброе утром. Всем новогоднее настроение. И перед новогоднего успевания. Вот такое слово, успевание. Жанна Короткова пишет, всех с наступающим Новым годом. Анна Шалагина, доброе утро. Передаю привет всем ведущим. И мужу Виктору, приходи скорее уже с работы. Вот Анна, как не напишет, муж Виктора на работе. Постоянно на работе. Работающий парень. Может, где-то он среди нас? Все приветики зачитали? Все. Пока все. Отлично, друзья. В общем, 744-636, ещё есть немножечко времени. Дозванивайтесь, если хотите с нами пообщаться. Обсудим Новый год. Новый год вашего детства. А я вот всё-таки возвращаюсь к Новому году. Вот из того самого времени. Сейчас же есть дети, у которых вот современный Новый год. Что они видят сейчас? Я прям могу рассказать, ребята, вам на своём примере. Я как бы сравниваю Новый год своего детства и Новый год своего любимого ненаглядного сына. И это же вообще такая огромная разница. Это пропасть прям. Это прям пропасть. Сейчас ананасы в шоколаде. По положителям, слушайте. Всё-таки в положителям. Потому что нам раньше создавали настроение, а теперь мы, кроме того, что создаём настроение, мы ещё и дарим какие-то хорошие реально подарки. Нужные. Да, нужные подарки. И мы как-то вот так вот обволакиваем этим всем. И он загадывает всё, что он хочет. И потом увидел робота-лося. Он хочет робота-лося. И разбейся что угодно. Но робот-лося должен стоять прям под ёлкой. Дед Мороз принесёт обязательно. Друзья, ну а теперь мы прочитаем вам гороскоп. Расскажем, что же вам сулят звёзды. Итак, овны, вам необходимо быть готовыми к дополнительному объёму работы. Это повысит вашу профессиональную квалификацию. Тельцы. События этого дня помогут увидеть вам новые горизонты. Может быстро решиться вопрос, связанный с оформлением документов. Близнецы, возможно, сегодня вы получите информацию, которую давно ожидали. Большая часть новостей будет касаться вашей будущей прибыли. Раки, сегодня вы будете обладать невероятным даром убеждения. Причиной тому ваша последовательность и логичность. Львы, день не наделяет вас активностью, возможным подоксил и энергией, что не лучшим образом отразится на делах. Девы, сегодня вы готовы щедро поделиться не только своей энергией, но и материальными ресурсами. Впрочем, это не бессмысленные траты. Весы, всё будет складываться как нельзя удачно. От повседневной работы вы получите не только моральное, но и материальное, что немаловажно удовлетворение. Скорпионы, вас ждут насыщенные сутки, плодотворные контакты, разъезды. Можете получить сведения и доступ к нужным источникам. Стрельцы, звёзды советуют позаботиться о материальном, информационной и технической базе, праздничной новогодней программы. Козероги, день наделяет вас огромными запасами скрытой энергии. Если она вырвется наружу, то способна сокрушить любую преграду. Водолеи, звёзды советуют вам расслабиться и плыть по течению. Сегодня решаете не вы, а решают за вас. Рыбы, не стоит пропускать оригинальные предложения. Встреча со старыми знакомыми у вас может ждать интересное предложение и удачная сделка. Поэтому идите сегодня на Советскую площадь на открытие официальной нашей новогодней ярмарки. Кстати, трансляцию смотрите сегодня в 16.00 на Первом Ярославском. Или едьте на машине туда, но не встаньте в пробки, о которых мы сейчас расскажем. Пробки в Ярославле. Пробки. Итак, смотрим. У нас здесь авария сразу на Московском проспекте. Затор здесь образовался. Это, по-моему, где-то район автовокзала. Это вокзала. Дальше смотрим на проспект Фрунзе. Здесь стабильный поворот на Московский проспект. Тут уже крест, а не червяк. Да, здесь крест. Дальше продвигаемся в центральную часть города. Опять авария где-то на развязке здесь, у которой снова моста. Дальше смотрим. Волковская, да? Волковская, да. У нас почему-то здесь заторы. Советская площадь у нас закрыта для движения. Там ярмарка новогодняя. Мы уже об этом... Каток и елка. Пару секунд назад сказали. Ремонтные работы на Победе у нас ведутся. И давайте посмотрим Заволжский район. Опять поворот к Дачной, проспект Авиаторов. Здесь небольшой заторчик. Ну и Красноборска по традиции. Лепедевского наполовину зеленую, наполовину желтую. Машинки свои отогнали. Все прекрасно. Брагина, да, мы еще смотрим. Да, посмотрим. Здесь все как будто уже уехали на работу. Друзья, напоминаем, сегодня смотрите трансляцию открытия новогодней ярмарки с Советской площади на Первом Ярославском в 16.00. Сучайте телевизор, если сами не можете туда отправиться. Мы будем там вместе, в смысле не мы, но вообще наши сотрудники нашего телеканала будем работать прямо там и рассказывать туда, куда же вы можете отправиться и чем можете насладиться. И хочу еще обратить ваше внимание на то, что сейчас подкинули щенков на улицу Калинина. Я говорю об этом второй день. Друзья, хотите подарить себе новогодний подарок, новогоднее настроение, звоните в редакцию 744-614. Мы расскажем, где можете забрать этих замечательных щенят. Ну а Первая студия заканчивает свою работу. Спасибо, что были с нами. С вами были сегодня Сережа Воронин, Леша Торхов. И Ксюша Рулева. И всех с наступающим Новым Годом. Буквально через два дня вы уже можете сжечь записку, бросить его в игристый напиток. И поцеловаться с кем-то. Поцеловаться с кем-то. Тушите свет, кушайте, улыбайтесь, дарите подарки. Любите мир! Новый год! Всем пока-пока! В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая студия.